Сегодняшний тропарь праздника начинается словами «Днесь спасение нашего Владимира, начало нашего спасения». Потому что «Днесь», то есть «Сегодня», а мы, я хочу еще раз подчеркнуть, что у Господа премьер. У Господа день один, как тысячи лет. И тысячи лет, как день один. И в Откровении Иоанна Богослова, оно сказано, что в Царстве Небесном времени не будет. Как и во время искушения Господа Иисуса Христа в пустыне, ангел ему показывал все царства мира во мгновение времени. То есть, не только те царства, которые были в момент земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, но и те, которые и были до Рождества Христова, и те, которые были, будут после Рождества Христова. И мы, с вами, дорогие братья и сестры, хотя с одной стороны, мы знаем, что все события евангельского повествования земной жизни Господа нашего Иисуса Христа, они произошли две тысячи лет тому назад. Но вместе с тем, для нас они завершаются именно сегодня. Мы вновь и вновь, Санкт-Петербург, Церковь переживает эти события, которые совершаются именно здесь и сейчас. И именно в момент Благовещения, когда соединились и воля Божественная, и воля Человеческая, воля Человеческая, когда Пресвятая Богородица на приветствие Ангела и известие, которое Он ей принес, о том, что она родит Спасителя мира, Сына Божия. Она сначала попросила, как это будет, потому что мужа я не знаю. Она обед дала хранит дерзко. Когда Архангел ей объяснил, что Дух Святый найдет на тебя, и сила Вышника осенит тебя, то она в ответ на это ответила, «Серба Господня будет мне по глаголу по Нему». Именно вот с этого момента, в этот момент и произошло зачатие Сына Божия. Начало нашего спасения. Начало пришествия в мир Господа нашего Иисуса Христа. Мы с вами должны помнить и понимать, что стояло за согласием Пресвятой Богородицы. Мы с вами помним о том, что по закону Моисеева женщина, которая родит не от мужа, она должна была быть победена ко мне. и Пресвятая Богородица все зная, полностью предала себя волю Божьей. Будет мне по Слову Твоему. Она ей не спрашивала, не вопрошала, как, почему, что сказать мне нареченному мужу Иосифу. Иосифу во всем полагаю, что если Господь так решил, то Господь Бог и все так и устроит. И мы с вами знаем, что как только Иосиф увидел близне беременности, он проявил себя как праведник Слового Совета. Он не стал думать, как ему исполнить закон Моисея. Но в Евангелии сказано, что он не захотел ее обличить и помыслил тайно ее отпустить, чтобы ее позор был. А с другой стороны это и его позор. не был бы никому известен. И в ответ на это он получил самое откровение от Ангела. И вот мы Пресвятой Богородице в первую очередь должны учиться передавать себя во всем воле Божьей. А то мы очень часто действуем как в одной перечи. Один человек сорвался, полетел по склону. Потом ухватился за какой-то кустик держится, кустик дрожит. И он молился Богу, Господи, спаси хорошо, я тебя спасу. Ты мне веришь? Верю, верю. Ты мне веришь? Верю, верю. Ты мне веришь? Верю, верю. Отпусти как бы не так. Тут кустик вырывается и падает в пропасть. И вот мы сами очень часто когда и обращаемся за помощью к Богу, бросим Его помощи, но мы не доверяем. Мы себе доверяем гораздо больше. мы хватаемся за вот этот вот кустик, который сейчас вырвется и от него выпустить, от него оторваться. Мы не можем. А ведь как одному святому было явление показан его жизненные следы. Вот он идет по пустыне его следы и рядом еще одни следы. Спрашивают, а это что? А это Господь с тобой идет, ангел твой, ангел-хранитель идет. А потом один след обрывается и только один след остается. Он спрашивает, а куда ангел делся в этот момент? А ангел то никуда не делся, но он тебя на руках не раз. И вот вот в этой притчке тоже может быть вот ангел Богосподен взял бы его на свою руку. Так что, дорогие, всех нас поздравляю с праздником Муховещения, с началом нашего спасения. И Путин помнит, что для нашего спасения нужно нам всецело научиться предаваться в руки Божии. Аминь. Храни вас всей Господи. Горько, господи. 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 Продолжение следует...